Всем привет! Сегодня мое видео будет в таком формате. Хочу поделиться своими покупками за последнее время для маникюра и вообще, что у меня есть для маникюра, что я использую и кому интересно, то приятного просмотра. Итак, в первую очередь я покажу новиночки лаков. Здесь я вот выставила то, что я в последнее время прикупила себе. Первый лачок, который покажу, который меня в принципе разочаровал, это лачок от Butterfly, какая-то такая вот фирма Perfect Nail Polish и здесь 154 номер у этого лака. Очень красивый, очень мне понравился его оттеночек. Он такой нюдовый, молочный, что-то немножечко с розовинкой и с перламутром. Не знаю, вот по-моему вот так вот видно будет, что здесь присутствует перламутр. Лак очень нежно смотрится на самом деле и на ногти, когда наносите, тоже смотрится очень нежненько. Полосит, естественно, такой же капризный, как и все в принципе лаки. таких оттенков. Но что мне, в общем-то, особенно не понравилось в этом лаке, это то, что на концу второго дня уже начинается, у меня вообще очень редко такое случается, в общем, как будто бы, знаете, такими сколами. То есть, какая-то паутинка появляется на поверхности ногтя и это, естественно, некрасиво смотрится. И то, что к концу второго дня появляется, это уже очень-очень большой минус для меня совсем недолго его поносить, хотя цвет очень хороший. Кисточка тоже вполне удобная, но за счет вот этого своего свойства я даже им пользоваться, сейчас не хочу. Следующий лачок мне очень понравился. Это Рио. У меня уже как-то был лак от Рио и был он у меня еще до того, как я начала вести свой блог на YouTube. Вот, решила повторить. Покупала в Магнит Косметик, когда была скидочка. В общем-то, там большая линейка этих лаков есть, по крайней мере, у нас. Это 56 тонн и выглядит лачок очень красиво. Это такой какой-то нежно-коралловый оттенок. На самом деле, правда, и на ногтях очень красиво смотрится. На ромашке лачок выглядит вот так. То есть, вот такой он в тюбике, такой он на ноготке будет. В принципе, в один слой хорошо ложится, но для лучшего покрытия все-таки два. Хотя, действительно, и один слой неплохо перекрывает, не полосит особо. Если постараться, действительно, можно и так оставить. Но я всегда предпочитаю два слоя. Лак отлично держится самостоятельно, без топа, без защитного покрытия. Он продержался дня 4 вообще идеально. И неплохо сохнет, и кисточка удобная. В общем, лаком от Рила я осталась очень довольна. И, кстати, покажу вот этот вот светлый оттеночек. Вот так он выглядит на ноготке. Ну, может быть, тут, конечно, не очень хорошо будет видно. Но такой, довольно-таки нежный, офисный вариант. Красиво действительно на ноготках смотрится. Следующий лак от Фаберлик. Его я выставляла в Инстаграм. Это такой зеленый, темно-зеленый, насыщенный оттенок. Артикул у этого лака 7362. Глубокий, благородный такой оттенок. И на камеру он маленько искажается немного. На камеру он как-то посинее, что ли, выглядит. На самом деле, позеленее. Очень красивый этот цвет. Прямо действительно. И в один слой замечательно наносится. И не полосит. И держится тоже вполне неплохо. Три дня вы точно с ним проходите без проблем. Ну, по крайней мере, у меня вот так было. Лаком осталось довольно. И на ромашке этот лачок выглядит вот так. Ну, и с Инстаграм, наверное, я тоже фотографию постараюсь сюда вставить. Такой темный, насыщенный, красивый, благородный оттенок. Мне он очень тоже понравился. Цвет называется Изумрудные холмы. Вот. И вот тоже могу посоветовать. Следующий лачок это Бриджит Батье. У меня покупала мама его, но отдала мне. Большой такой объем. Это серия гель-лаков. Гель-формула. 12 мл здесь целых. И 0,4 здесь оттеночек. Выглядит этот лак на ромашке вот так. Очень красивый, ягодный такой, какой-то малиновый, наверное, оттенок. Глянцевый, без перламутра. Очень красиво смотрится и в один слой тоже, как лак однослойник, хорошо наносится. Но единственный минус у этого лака для меня то, что он почему-то мало держится. То есть, два дня и все, у меня начинает он стираться с кончиков. Поэтому без защитного покрытия его вообще не стоит носить однозначно. Замечательная текстура и как наносится, и кисточка. Но вот за счет того, что плохо держится, вот это минус. Больше я этих лаков у нас почему-то не встречаю. Так бы я все равно бы, наверное, себе взяла. И, может быть, какую-то другую серию из Бриджит Батье попробовала бы. Но лаком все равно довольна. С защитным покрытием можно носить. Ну и последнее. У меня остались два лака от Лимони. Тоже в Магнит Косметик покупала по скидочке. Отличные лаки. Вообще, очень осталось ими довольна. Вот этот лак такой припыленно-вишневый, я бы так сказала. На камеру он маленько по-другому выглядит. Но вот в жизни он какой-то припыленно-вишневый. У меня этот тон 315. Очень красивый. И на ногтях так благородно смотрится. На ромашке выглядит этот лак вот так. На игру камера маленечко искажает оттенок. Ну, мне очень понравился. И не полосит, и хорошо наносится. Никуда не затекает, не растекается. То есть, не сильно жидкий, не сильно плотный такой. Ну, что не густой, вернее. Повторюсь в один слой. И держится тоже очень хорошо. Без защитного покрытия. 4 дня тоже идеально у меня продержался. Хотя вот делала все по дому. Все, что надо, то и делала. Осталась очень недовольна. И последний лачок тоже от Limony. Все то же самое наносится отлично. Хоть и светлый. Ну, в два слоя никаких ни полосок, ничего. Его все-таки, да, в два слоя лучше нанести. Оттенок припыленный коралловый. Тоже какой-то такой. Ну, светло-коралловый. Очень интересный оттенок. У меня такого нет. Поэтому взяла. Но у вот этого лачка есть уже небольшой минус. После трех дней носки у меня появилась какая-то тоже. Вот начала появляться паутинка. Вот это мне не очень понравилось. Но я повторюсь, я без защитного покрытия наносила. Посмотрим, как будет с ним. Еще не пробовала. А как держится. Вот паутинка паутинкой. А с концов он не стирался. Поэтому, в принципе, лаком тоже осталась довольна. И думаю, с защитным покрытием такого не будет. Пару слов скажу о своих ноготках. Я их укрепляю специальным каким-то гелем. Мне делают. Хожу на коррекцию, соответственно, раз в месяц. Вот мне уже как раз надо на коррекцию записываться, идти срочно. Держатся у меня они весь месяц очень хорошо. От пыту-пы, так скажем, ничего не ломается. Но я себе мастера нашла, у которого мои ногти держатся отлично. До этого, конечно, пробовала других и был там не очень хороший. Мне не очень понравилось. Не снимают его как шелак, не спиливая. И тем самым не так травмируя мой натуральный ноготь. Теперь рассмотрим, что у меня осталось в корзинке из новиночек и то, что уже было. Обновила я себе пилочку для ногтей от такой вот фирмы. Хорошая пилочка, хорошо спиливает ногти. И мои ногти укрепленные, хорошо спиливает. Мне понравилось. Следующее, что у меня здесь есть, это масло для снятия лака без ацетона с зародышами пшеницы от ДНС. Масло здесь 20% написано. Не очень мне эта штучка понравилась, поэтому крайне-крайне редко ей пользуюсь. По мне она очень плохо справляется со стиранием лака, то есть со своей основной функцией. Поэтому я ей крайне редко пользуюсь. И еще одна у меня смывка для лака, это из Фикс Прайс. Я их постоянно приобретаю, мне нравится. Не такой бьющий в нос аромат ацетона. Хотя здесь написано без ацетона, но все жидкости, они так пахнут не очень. Здесь даже присутствует действительно какой-то аромат розы. Неплохо справляется со снятием лака, поэтому постоянно приобретаю. И за 45 рублей такая большая баночка меня очень даже устраивает. Следующее, у меня есть кучка вот таких вот всяких наклеек. Первое, у меня вот такие наклейки, я их пробовала, мне они не очень понравились. Как-то они плохо держатся. Следующее, это слайдеры. Слайдеры от вот этого производителя, Mouth, если правильно я произношу. В общем, отличные. Они очень хорошо держатся, они не слазают. Это водные слайдеры. По ногтю все разносите, аккуратненько убираете. Вообще, я очень довольна этими слайдерами. У меня их вот и такие, и вот такие. Тоже я все это в инстаграм выставляла. И вот такие у меня есть. Еще не добралась до них. Также покупала для французского маникюра. Как-то я вот не могу подружиться с ними. У меня все отрывается. Не знаю, не могу делать этот маникюр. Также вот такие наклеечки. Это я Лисюши наклеиваю. Ей нравится. Вот такие штучки. Я тоже не поняла, как их использовать. Я их и вырезала, и всяко-разно. Красивый рисунок, но вообще на ногтях ни капельки не держится. И с Fixed Price вот такая вот штучка. До сих пор я ее никак не могу использовать. Как-то показывала в покупках. Но надо попробовать. Так, следующее, что у меня здесь есть, это палочки для маникюра. Тоже в Magnet Cosmetic покупала. Нормальные палочки. Мне одной палочки на два приема, так скажем, хватает. Использую я вот эту часть для кутикулы, по уходу за кутикулой. Вот это, конечно, я крайне редко используюсь. Но иногда, если, допустим, затек куда-то, бывают такие, то по границе я вот этой штучкой убираю. Хорошие мне понравились. Следующее у меня тут лежит. Это я вот испробовала градиентный маникюр у губка. Это из Fixed Price губка. Дальше у меня здесь защитное покрытие от Faberlic. 7181 у него номер. Вот так вот он выглядит в черной упаковке такой непроницаемой. Очень люблю. Отлично защищает маникюр надолго, на 7 дней. Может даже некоторый лак продлить. Постоянно стараюсь обновлять себе его. Ну, соответственно, здесь у меня хранятся мои ромашки с лаками. Вот это и пользованный, которым я сейчас пользуюсь. Также у меня здесь сушка от Faberlic. Drop and Dry. В покупках тоже показывала. 7178 у него артикул с пипеткой. Отлично использовать его. Я люблю вот такие штучки с пипетками. Не надо ничего мазюкать. Неплохо сушит, но не для всех лаков подходит. Как я уже рассказывала, некоторые лаки она может пузырить. Она масляная. Ну, мне все равно нравится. Я ее стараюсь постоянно покупать. Следующее это у меня масло для кутикулы. По уход за кутикулой. От Belvedere. Маслица. Ну, так как я его сюда поставила, с собой я не ношу его никуда. Когда вспомню, тогда пользуюсь. Ну, либо фотографию, когда сделать тоже. Хорошее масло. Хороший состав. Здесь, по-моему, масло Жожоба было. Ну, все на коробочке было написано. Коробочку выкинула. Ну, маслица мне нравится. Отлично кутику смягчает. Делает ее красивой. На полдня это точно. Так, следующая штучка. Это мое огромнейшее разочарование. Прям вот я никому не советую вот эту бяку покупать. Это от Sally Hansen. No cheap. Это муж у меня, кстати, выкинул коробочку. И хотела оставить. Там было написано про вот эту вещь. Насколько я помню, здесь, конечно, все по-нерусски написано. Это топовое покрытие. Топовое какое-то акриловое покрытие для продления жизни лаку, так скажем. Но это вообще такая фигня. Ужас просто. Она настолько портит ваш маникюр. Я ее купила, так скажем, с дуру. Не почитав ни отзывов, ничего. Потом домой пришла, начала читать отзывы. И просто обалдела от того, что все только негативные отзывы пишут на эту вещь. Она, в общем... Ну и вот такая предыстория. Ну, в общем, что она делает? Она делает из вашего маникюра какой-то, как называется, крылья-кюр, что ли. Вот такие лаки. То есть они трескаются. Они реально трескаются. Причем вы даже дня не проходите со своим маникюром. Я попробовала. Я убедилась, что на моих ногтях, с моими лаками она делает то же самое, что и девочки писали в отзывах. И, в общем, вообще не советую. Отдала я за нее 200 рублей. И это было даже со скидочкой. И очень-очень жаль, потому что я ей пользоваться не хочу. Кстати, девочки еще в отзывах писали, что она неплохо работает именно с лаками от Сэри Хэнсон. Но я не пользовалась. У меня и лаков этих нет. И вообще бяка, бякошная. Вот держала, чтобы показать вам. Прикупила я себе вот такую палочку. Дотс. Вот точно он Дотс называется. Вспоминала сейчас. Здесь с одной стороны очень тоненькие. Капельки можно сделать. С другой стороны побольше. Здесь у меня, кстати, белые капельки мои остались. Хорошая штучка для такого разнообразия в маникюре. Почему бы и нет. Также я сюда положила вот эту кисточку от Эльф. Я ей не пользуюсь. А если какие-нибудь буду делать маникюры с блестками. Правда, у меня их еще и нет. Но на всякий случай я ее оставила. Можно будет так как-то стряхивать. Дальше. Вот Аурелия Салон Систем. Блестящее верхнее покрытие с наночастицами. Для всех типов ногтей. Ну, защищает лак от скалывания. Придает дополнительный блеск. Вот эта вещь мне понравилась. Действительно, с вот этими заявленными свойствами она справляется. Выглядит это покрытие таким образом, что в тюбике, в бутыльке оно мутное. Но когда наносите на ноготок, оно прозрачное. И никакой мутноты маникюра, так скажем, не придает. Хорошо действительно держит ноготки. Вот хочу как раз таки показать. Наносила я этот маникюр в пятницу вечером. Сегодня у нас среда. И у меня только-только начали краешки как-то чуть-чуть стираться. Но здесь даже, наверное, на камеру и не видно будет. А вообще, вот этот лак у меня от Эль Корозон. Держится, ну, два дня максимум. То есть, можете видеть, действительно, вещь работает. Советую. И как закончится, я себе, может быть, даже еще раз возьму. Если что-нибудь новенькое мне не попадется. Последнее, что у меня осталось. В Магнит Косметик была такая акция, что покупаете две по цене одной. Естественно, я же запасливый человек и мне надо. Вообще, мне мама посоветовала вот эту штучку для кутикулы. Она уже пользовалась и ей понравилось. По-моему, даже неоднократно себе брала. И, ну, в общем-то, повелась я на ее мнение. И что хочу сказать. Мне тоже понравилось. Действительно, хорошо справляется с маникюром. Здесь у нас, значит, идет инструкция. Можете почитать. Выглядит тюбик таким вот образом. Он вроде бы маленький, но на самом деле его надолго хватит. Так как эту вещь нужно использовать максимум два раза в неделю. Наносите на кутикулу. 30 секунд оставляете. И дальше я вот этой палочкой отодвигаю. И немножко как бы подшкрябываю кутикулу. Хорошо. Тем самым она и смягчается. И как-то удаляется, отодвигается. Если постоянно использовать, то уже таких проблем, сухости с кутиковой у вас не будет. Написано, что держать нужно до трех... Ну, то есть, оставлять вот это средство 3 минуты максимум на коже. Ну, вот быстренько-быстренько. Поэтому я с каждым пальчиком работаю. Я сначала на одну руку, потом проработала с этой рукой. Пошла с мыла и на другую. Чтобы не оставлять это средство надолго. Так как тут все равно какая-то химия по-любому есть. Ну, мне понравилось. И цена, в принципе, приемлемая. Ну, вот, собственно, и все. Моя корзинка опустошилась. Такими вот продуктами, такими средствами я для маникюра пользуюсь. Надеюсь, была вам чем-то полезна. Всем хорошего настроения. Пока-пока.